Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Не могу найти работу, хочу проработать эту проблему. Я обучаюсь периодически в разных направлениях. Последний раз обучил с картам Таро, хотел работать удаленно. Обучившись, не строю на этом карьеру таролога, просто делаю просмотры за 200 рублей, в то время как мои одногруппники зарабатывают по 90 тысяч в месяц. Создал бизнес с одоводом, вы продали вещи и чувствуешь, что снова скоро заброшу. В интернете множество вариантов заработка, не могу решиться ни на один. Либо, если решаюсь, то не довожу дело до конца. Лена, 36 лет, 2 брака, на данный момент в декрете. Заранее, спасибо. Интересно, что вы в конце пишите свои числения, паспортные данные. Ну, что здесь в первую очередь вызывают вопросы и обращают на себя внимание. Первое. Это первое. То, что, вот какая цель. То есть, вот именно цель, ну, работу, то, что вы работаете, да, то, чем вы занимаетесь, да, вот какая цель у этого вообще. То есть, очень много на самом деле зависит в этом смысле от мотивации человека. У вас. У вас. Мотивация. Ну, четкая. Для вас, если мотивация четкая. Для вас, если мотивация какая-то вот понятная, да, вот, то это один момент и тут, в принципе, можно как-то вот себе отдавать отсюда, да, можно как-то смотреть, да, можно как-то смотреть, да, можно... Как-то вот исследовать этот момент, вот. Если же мотивация не четкая. То есть, если вот какого-то такого вот понимания, да, нет. А зачем вы это делаете? А если, ну, ценности, которые вы в это вкладываете, вами как-то вот, ну, не очень, да, не очень вы отдаете себе отсчет. В этом. То, естественно, будут проблемы. Вот. То, что вы бросаете все, ну, может быть, не все, да, но вот то, что вы бросаете... Бросаете. Занятие чем-либо. Вот. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что, ну, вы к этому теряете интерес, а интерес к этому вы можете терять... Эм... 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 Только в сфере, ну, только... Эм... 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 Переключаете свое внимание на... Что-то другое. Вот. Очень важно, на мой взгляд, здесь увидеть, на что именно вы... Переключаете эм... Переключаете эм... Эм... Свою внимание. Вот. И очень важно увидеть эм... Эм... Как это происходит. Эм... Следствие чего. Вот. Эм... Мне кажется, что здесь есть эм... Страхи... С сто iste страны, здесь есть страхи... Вот, на мой взгляд, страхов довольно много, это, ну, один момент, то есть у вас много страхов, например, страх успеха, вот, например, там, ещё могут быть какие-то, ну, какие-то аспекты, да, вот, это первое. Второе, то, что вы, ну, именно работаете из страха, вот, то есть, ну, вот, вы ищете работу, да, и вы стараетесь, вот, чем-то заниматься из страха. Это прям вот очень интересный момент, как будто бы, ну, доказать что-то пытаетесь, вот, кому-то. То есть, есть даже решение, что просто перебираете способы достижения цели, вот, чтобы найти что-то лучше, вот. Ну, не получается, потому что везде одно и то же, в этом смысле. И вы бросаете, вот. Здесь очень важно обратить внимание на интерес, конечно. То есть, вот, что представляет, что представляет для вас интерес, что, что из вашей деятельности, да, представляет для вас интерес. Это очень важно, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Дальше уже можно было бы как-то вот ориентироваться по этому аспекту, да, по этому моменту, можно было бы как-то ориентироваться, можно было бы как-то смотреть. Пока есть ощущение, что вам ничего не интересно из того, что вы делаете, да. Да, пока есть вот такое ощущение, что вот то, что вы делаете, вам, ну, не очень вас привлекает, скажем так. Вот. Какие у этого есть основания вопрос, да. Какую проблему вы пытаетесь решать тем, что как-то вот идете, ну, против интереса своего вопроса. тут нужно смотреть, да, и как-то вот исследовать этот момент. Вот. Я думаю, что дальше будет по понятию, в любом случае. Вот. Пока что так вот тут. Дальше. Значит, вы пишете, не могу найти работу. Да, для чего вам работу? То есть, это первое. Вот последний раз сообщил с картами дорог, хотел зарабатывать удаленно. Ну, смотрите, вы хотели зарабатывать удаленно, пишите вы, а что для вас важно в, ну, вот, в удаленном заработке, что для вас важно? Вот. Ну, конкретно, вот, что для вас важно в удаленном заработке? Чем обосклонен выбор, да? Отсутствие времени, там, еще чем-то, вот это, это вот, то, что нужно выяснить, выяснить, ну, на мой взгляд, по крайней мере, да? Вот. Потому что вряд ли это вот прям какой-то такой вот у вас, ну, случайный, случайный выбор. Вот. Вряд ли вы, ну, вряд ли, вряд ли у вас это случайно произошло, что вы решили так вот. 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 У этого есть какие-то причины, вот, какие причины, что вы решили, вот, работать удаленно. Вот. То есть, ну, опять же, я думаю, что у этого какие-то причины есть. Вот. Понимаете ли эти причины вы? Сами. На мой взгляд, нет. Ну, на мой взгляд, если, как-то вот говорить, да, о том, что вот с вами прямо сейчас происходит, да, мне кажется, что вы не понимаете, вот, почему, почему вы решили работать удаленно. Вот. То есть, вот, тут, вот. Такой момент, например. Дальше. Обучившись не строя на этом карьере, дорога, просто делаю просмотр за 200 рублей. И... Ну, опять же, это... Это ваш... Ваш выбор. Не строить карьеру. Тарелока, да? Вот. Ну, наверное... Наверное, что... Наверно, mãoжиня как-то понимать, а что такое карьер... А что такое карьера... Ам... Карьера... Ам... Карьера... Карьера... Что она со身 в... ... Себя представляет? Да? Какое направление карьеры старолога вы выбираете? Может быть, вам что-то подходит, а может быть, вам не все подходит из того, что есть в карьере старолога. Вот. То есть, как бы, здесь, вот, вопросы, вопросы, основные вопросы, здесь вызывает именно, именно то, на мой взгляд, зачем? Зачем вы начали карьеру старого? Понимаете, какая штука? На мой взгляд, вот, на мой взгляд, опять же, случайных людей в профессии не бывает. То есть, если люди приходят в какую-то профессию, то они приходят осознанно. они просто так вот попробуют, попробуют что поделать, да, может получше, может нет. Не задерживаются люди случайные в профессии, кроме, откровенно, каких-то простых профессий, да, где где требуется только, вот, какая-то, ну, механическая, да, механическая, механический труд. Ну, вот так, вот так вот, вот так, к сожалению. Понимаете? И вот, собственно, из-за этого в том числе, в том числе, в том числе, мне кажется, мне кажется, у вас могут быть проблемы. Ну, те проблемы, которые, вот, вы, собственно, описываете. Вот, потому что чего-то делать хочется, да, чего-то делать хочется. А чего делать, не очень, не очень понятно. То есть, чего я хочу делать, не очень понятно, лучше понятно. за что, например, хочу, хочу вырабатывать, да, шоу, для чего шоу вырабатывать. Ну, что же, вот, вероятно, не очень, ну, не очень понятно. Ну, и вот эта вот такая, вот непонятная, ну, такие вот непонятки, да, они, и порождают, вот, вот это, ну, вот это, вот, Вот такое ваше, ну, ощущение, что ли. Вот, и это в итоге приводит вот только к негативу, да, к разочарованию в каком-то, вот, в себе в том числе. А если у вас, вот, ну, действительно есть проблемы с анациейкой, вот, как мой коллега Кутрущев Игорь Леонидовича, например, да, если у вас есть проблемы с анациейкой, вот, то вы, побавно, в этом случае, вот, любая неудача, любая, любая неудача будет вами восприниматься как подтверждение только того, что, что-то с вами не так, вот, то есть какие-то у вас проблемы, например. И вот в этом, в этом, по сути, вы, ну, вы как бы и находитесь, вот, и это очень, ну, вот, тяжело это, очень болезненно это, вот, ходиться в таком, ну, в таких ощущениях, понимаете, понимаете, да? Дальше. Вы сравниваете себя здесь с другими людьми. То есть вы говорите, что вот, вот они делают, у них получается, то есть они добиваются вот этого, а я этого не добиваю. Вы сравниваете себя. Сравнивание себя это 100% самооценка, вот это, я бы даже сказал, такой элемент, обесценивание, элемент обесценивания себя, вот, ну, довольно, довольно сильный элемент обесценивания потому, что вы сравниваете себя с другими, вот, когда вы сравниваете себя с другими, вы, ну, как бы, обнуляете, по сути, вы обнуляете свой собственный опыт, вот, когда вы сравниваете себя с другими людьми, вот. Значит, вы себя обесцениваете, вот, обесценивающие пенденции, которые у вас есть, здесь желательно, конечно, вот тоже постараться выявить, да, постараться их как-то увидеть, чтобы вы могли с ними уже что-то делать, чтобы вы могли как-то их замечать, замечать, вот, и дальше уже смогли бы решать, как с ними поступать, вот. Ведь, в чём-то, в чём-то вы можете согласиться, в чём-то, в чём-то вы можете быть согласны, а в чём-то нет, вот. Что-то вам может быть, там, по душе, да, а что-то нет, вот. И вот на все эти вещи нужно, конечно, обратить внимание. Дальше. Создала бизнес с садоводом по продаже вещей и чувствуешь, ну, скоро заброшь. А что не так? Ну, то есть, вот, 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 ну, буквально, вот, что не так? Так. В какой момент вы почувствовали, что забросите в сторону? Вот. Вот. То есть, ну, ведь очевидно, очевидно же, наверное, что вас это, вас что-то, что-то привело к этому, вот. Ну, было бы неплохо увидеть, что именно вас к этому подвело. Вот. Да? Потому что, ну, очевидно, очевидно, опять же, что, если вас вас к этому что-то привело, то и вы исследуете, вот, ну, грубо говоря, по этому, ну, по этому пути, пути, да, вот, то совершенно очевидно, что вы не заметили, не заметили, как, ну, как это произошло, по сути, как вы переключились. А, ну, на что-то другое. Вот. Вы этого не заметили, вы этого не увидели, и вот, начало, вот, происходить то, что происходит. Вот. Но лично я думаю, что вы не получили результат. Вот. Лично я. Лично я так думаю, что, что вы не получили результат, вот, когда вы не получаете результат, вот, я думаю, что вы тут же, ну, или тут же, или спустя какое-то время разочаровывали. Потому что только результат можете подкрепить вашу, вашу цену. Результатов вы не получаете и всё, как бы мотивация, какая-либо мотивация теряется делать что-то, то что вы хотели бы сделать. Ну вот, к сожалению, это выглядит таким образом. Понимаю, что может быть это звучит не очень хорошо, но если всё, что вас волнует, это результат, то, конечно, вы будете, ну, испытывать определённые проблемы, вы будете испытывать определённые сложности, конечно, само собой в этом случае. Дальше, в интернете множество вариантов заработка, не могу решиться на один, либо если решать, то недовольное дело до конца. Ну вот, опять же, вы пишите, могу решиться на один, да? А что вам, ну, что вас останавливает, что мешает вам это сделать? Вот. Ну, вероятно, есть же какие-то вот причины для этого, чтобы, ну, отказываться, да, вы чего-то боитесь, как будто. Вот. То есть, вы не хотите, не хотите с чем-то сталкиваться. Вот. И в то же время, в то же время здесь вы встречаетесь с чем-то очень важным для вас. Я боюсь, что важно это для вас очень сильно. Вот, ну, как бы, чего я опасаюсь. Не знаю пока, опять же, да, о чем идет речь. Но вот пока ситуация выглядит вот таким образом. Так она выглядит. И в любой работе, когда вы начинаете работать, вы видите, вы видите, что так как, ну, так как вы ждали, ожидали, да, не получилось. Вот. Вот. И вы, значит, теряете к этому интерес, потому что интерес здесь, он пропажа интереса, пропажа интереса, отсутствия интереса. Вот. Вас защищает. Вас защищает. Вас защищает, опалчивается. Вот. Защищает именно от какого-то, ну, скажем, разочарования, да, защищает вас от каких-то негативных мыслей. Вот. При этом, при этом, при этом, другие мысли ваши, другие, они, ну, все равно, ну, присутствуют. Они все равно есть. Другие мысли. Вот. Но только немножечко более, 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 более привычные, что ли, слова. А с проблемой их, по итогу, вы не сталкиваетесь. Потому что, опять же, это означает, что вам придется что-то менять. Вот. То есть, обратите внимание, ваши мысли, которыми вы реагируете на, ну, вот, события, которые происходят, да. То есть, например, вот на то, что успеха там, ну, к примеру, добиться не получилось и так далее. Вот. Вот. Ваши мысли, они предполагают то, что вы будете делать, по сути, то же самое. Опять. Вот такие ваши, ваши мысли. Они не предполагают, что вы будете делать что-то другое. Они не предполагают, например, то, что, окей, может быть, я попробую что-то не ради успеха вообще. Вот. Не ради результата, а просто, например, что-то, что мне нравится. Вот. Такого нет. В таком направлении вы не думаете. Вот. Это означает, что мысли у вас привычны. Это означает, что мысли у вас, вот, ровно, ровно такие же мысли у вас, вот, которые вам, ну, в той или иной степени выгодны. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Какая штука. Вот. Вот. В таком, в таком, в таком, примерно, ключе вы, вот, и двигаетесь. К сожалению. Сейчас. Вот. Ну, вы пишите, что не до ваших дел до конца. Пропадает мотивация. Это защита. Кстати, защита может быть от успеха, как раз от достижения успеха. Лен три числе два брака, на данный момент декрет. Смотрите. То, что, значит, вы находитесь сейчас в браке и в декрете. Вот. Это только предположение. Ни в коем случае не претендуй на истину. Может быть, депрасно сказать об этом должен. Ага. Значит. Страх на успех. Запрет на успех. Может быть, вызван страхом одиночества. Страхом того, что вас бросит муж. Например. То есть, вот, я сейчас добьюсь успеха. Думаете вы. Вот, сейчас у меня что-то получится. Думаете вы. И муть меня бросит, потому что я стану успешным. Вот. Такое может быть. Такое очень, очень, очень даже может быть. Такой, такой момент. Вот. Я не хочу, чтобы вы отказывались, ну, отказывались, отталкивались, что ли, от этой мысли. Вот. Потому что запрет на успех не является просто так. У вас, вот, первые отношения, первый брак, не сладился. У вас не сладился, первый брак. Мне очень интересно, по какой причине. Вот, что там было. Опять же, да. Скорее всего, вы знаете ответ. Вы можете обвините в этом. Себя, да. Муза вашего. Вот. Все хорошо. Но, как правило, дело не в том. Как правило, дело не в этом. Не в том, что привычно. Вот. Как правило, дело совсем в другом кроется. Вот. Но это нужно увидеть. Это нужно увидеть. Вот. И вот возможность, возможность для вас дать вам это увидеть. Опять же, может, может, может быть у психолога. То есть, вот, очень важно, чтобы вы, ну, поработали со психологом. То самое, да. Как бы, женщина в декрете. Женщина в декрете. Почти всегда стремится и вполне это естественно, вполне это естественно нормально. Женщина в декрете всегда стремится к безопасности какой-то вот. К защищенности стремится. Вот. Что, повторюсь, является абсолютно нормальным. То есть, это норма. А вы пытаетесь из безопасности, конечно, выйти. Ну, по вашей машине. Вот. По вашим ощущениям, вы, ну, выйдете из, из вот этой безопасной, значит, среды, ну, среды своей. Вот. Если добьетесь. Если добьетесь успеха. Конечно, я не знаю этого наверняка. Естественно. Я не могу, не могу этого знать. Наверняка. Вот. Но факт остается фактом, да, что этот момент нам нужно проверить. Вот. Чтобы не было, ну, тут каких-то вот тоже пробелов в этом смысле. Вот. Потому что, ну, вот. Вот. Если, если вы это упустите из виду, то тоже можете как-то, ну, попасть, да, на одном месте и всё. По сути. Вот. Чего бы мне, опять же, например. Вот. Ну, для вас, да, мне бы этого не хотелось. Чтобы вот. Вы топтались на место. В этом смысле. Как-то так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.